Девушки отдыхают И сейчас, когда наступает пятница, люди думают, вау, сегодня дизель-шоу. Мы начинаем. Вы знаете, в Украине все чаще поднимается вопрос о легализации врачебной марихуаны. Может быть, именно легализация наконец-то сделает так, что наши пенсионеры будут выходить из аптек с улыбкой. Кстати, вслед за врачебной марихуаной в нашей стране могут появиться лечебная проституция и лечебное казино. Такое сложное решение нельзя принимать без обсуждения со специалистами. Итак, представьте, программа на телеканале «Здоровье». Смотрим. Внимание до эфира. Пять, четыре, три, две, одна. Эфир. Здравствуйте, дорогие зрители. Вы смотрите телеканал «Здоровье». В эфире программа «Полезная медицина». Сегодня у нас очень интересная тема. В связи с легализацией марихуаны в Канаде, Грузии и Израиле, сегодня впервые в прямом эфире мы обсудим легализацию марихуаны в Украине. В нашей студии эксперты, которые помогут нам разобраться в этой сложной теме. Давайте знакомиться. Егор Григорьевич из Министерства здравоохранения. Он выступает против легализации. Кто? Я? Вы? Нет! Ой, простите, за употребление марихуаны? Но? Исключительно в медицинских целях. Да. И главный врач городского наркологического диспансера Евгений Валерьевич. Он как раз-таки выступает категорически против легализации. Это лишнее. Ну что ж, начнем с самого простого и, пожалуй, с самого актуального вопроса. Влияет ли марихуана на мозг человека? Что вы скажете, Егор Григорьевич? Егор Григорьевич, вы меня слышите? Да. Прекрасно. Тогда я повторю вопрос. Влияет ли марихуана на мозг человека? Задавайте. Влияет ли курение марихуаны на мозг человека? Мой вопрос понятен? Да. Да, в смысле, влияет? Да, в смысле, понятен. Вот его как только задали, я его сразу понял. Это очень хороший вопрос. Спасибо вам за него. Ну что ж, тогда этот вопрос к вам, Евгений Валерьевич. Задавайте. Влияет ли марихуана на мозг человека? Ну, хороший вопрос. Прям мне он сразу понравился. Вот. Хорошо, давайте я спрошу по-другому. Вы ярый противник любых наркотиков, в том числе и марихуаны. Почему? Потому что... Может быть, мы дождемся сегодня более развернутый ответ? Может быть, это лотерея. Но я считаю, что наркотики нельзя употреблять. Даже медицинские. Хорошо, ну а почему вы так считаете? Ну, потому что в нашей стране нельзя усугублять. Вы видели состояние экономики, дорог, и это у нас в стране только алкоголь разрешен. Ну, Евгений Валерьевич, извините, но речь идет исключительно о медицинской марихуане. Если разрешить эту шмаль, то больных будет сто процентов. А в нашей стране нельзя усугублять. Блядь, да что ж ты... Это икота... Попейте водички, Евгений Валерьевич. Друзья, мы прервемся буквально на несколько минут. Не переключайтесь, впереди реклама, она пройдет быстро. Так, уважаемые гости, коллеги Евгений Валерьевич, Егор Григорьевич, что с вами? Все в порядке, просто я немного волнуюсь. Ну тогда расслабьтесь. А что, можно, да? Нужно. Спасибо вам. Так, подождите, что вы делаете? Что вы делаете? Расслабляемся. У нас телевидение, у нас прямой эфир, уберите это сейчас же. Она медицинская. Кстати, эспир тоже медицинский, будешь расслабляться? Так, спрячьте это сейчас же, у нас заканчивается реклама, у нас прямой эфир. Все, уберите. Все, убираем, убираем. Внимание, эфир. А мы напоминаем, что вы смотрите программу «Полезная медицина» на телеканале «Здоровье». И мы вновь пытаемся ответить на вопрос, влияет ли марихуана на мозг человека. Можно? Вы хотите ответить? Водички. Угощайся, братан. Присушил я, может. Ну, тогда этот вопрос опять к вам, Евгений Валерьевич. А пожрать еще нету? Нет, только витамины. Ах, хрен с ними давай. Кстати, спонсор нашей программы – витамины здоровье лайф. Витамины лайф. Достаточно всего одной таблетки в день, чтобы чувствовать себя бодрым и жизнерадостным. Дерьмо какое. Так, пожалуй, Евгений Валерьевич, продолжим с вами. Да, 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 я готов. По вашему мнению, медицинская марихуана – это хорошо или плохо? Однозначного ответа нет. Я для себя решил, что это плохо. Почему? Потому что один раз мне было плохо, с утра, так жбан раскалывался. И вот эти вот наркоманы дали мне покурить. Легче не стало, только пробило на ха-ха. А знаешь, каково оно – ржать с больной головой? Так сказать, смех сквозь слезы. Праздник со слезами на глазах. Я так поняла, вы сторонник умеренного употребления алкоголя. Включительно в медицинских целях. Это как? Зайка, ну смотри. Болит у тебя голова, да? Ты смело взяла, налила себе пищушечку. Рюмочку. Рюмочку. Сначала настойки, потом бальзамчика, потом перцовочки. Выпила. И если, дай бог, не помогла, то тогда уже водочка, коньячок, пивасик. И так до полного выздоровления. Не останавливаемся. Я поняла. В нашу студию поступил первый звонок. Блин, даже звонок поступил, а мой балбес не поступил. Прикинь, в этом поступал, и как отец будет дебилом. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Это какой-то кошмар. Медицину развалили. Лекарства дорожают. А они мархуанну собрались продавать. Кошмар. Егор Григорьевич, что с вами? Все нормально. Все нормально. Просто, мне кажется, я слышу какую-то бабулю. Правильно, мы разговариваем с ней по телефону. Да? А что разговариваете вы, а слышу я? Егор Григорьевич, вам такой вопрос. Не могли бы вы, я здесь, не могли бы вы коротко назвать аргументы в пользу легализации? А бабуля уже ушла? Да. Окей. Вам повторить? Не-не-не, мне уже хватит. Хоррэ. И так, аргументы в пользу легализации. Так, аргументы. Смотри. Первое, налоги, да? В казну сразу потечет бабло. Во-вторых, это и так уже происходит. Да? И в-третьих, это просто прикольно. Хочешь попробовать? Нет, спасибо. А вы что-то хотели добавить? Я хочу спросить. Займи полтос до вторника. Трубы горят. Ну, пожалуйста. Нет. Ну что ж, друзья, мы продолжим. Евгений Валерьевич, вы куда? Покурить. Сядьте. Сядьте, пожалуйста, у нас прямой эфир. Будьте добры. Прямо здесь можно курить, да? Нет, здесь нельзя курить. Я покурю тогда и вернусь. Я сказала, сядьте. О, какая. Ну что ж, мы продолжаем. Егор Григорьевич, а вы куда? Пописать. Под стол? Ну, вы сами сказали, выходить нельзя, прямой эфир. Так, писать тоже нельзя. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Евгений Валерьевич. Та-дам. Господи, что сегодня происходит? Это первые признаки наркомании. Человек нервничает, с Богом разговаривает. Вы ненормальный? А вот не надо меня оскорбить. Блять. Господи, вы можете на других словах икать. Это что, конкурс какой-то? Я могу. Жопа. Дайте нам, пожалуйста, звонок. Звонок в студию. Добренький вечерок. Здорово, братан. Егор Григорьевич, это звонок в студию. Не, это мой кореш. Братан, ты где? У меня вопрос. Есть ли какие-то ограничения по употреблению? Ну, там побочные эффекты или передозировка там. А, а, у меня дракон на балконе. Кыш, падла, кыш, не трогай косяк, кыш. Братан, ты где берешь? Сорвался наш звонок, но мы продолжаем нашу программу. Нам пишут отзывы и вопросы в интернете. Вот, к примеру. Спасибо вам за вашу передачу. Здорово. Смотрим всем классом. Было бы здорово, если бы вы подняли тему медицинского секса. Павлик, 11 лет. С этого все и начинается. У нас в наркодиспансере этих наркоманов капец. И половина из них врачи. Для тех, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, что тема сегодняшней программы – легализация марихуаны. Нормально. Вы бы еще проституцию легализовали. Какую проституцию? Медицинскую. Я понимаю, ваш сарказм. А это не сарказм. Это реальное предложение. Что вы такое говорите? Вас же никто не поддержит. Ладно, 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 поднимай, но... Так. Слушай, поехали ко мне, а? Я же вижу, я тебе нравлюсь, ну... У нас последний звонок в нашу студию. Добрый день, говорите. Слышишь ты, урод! Извините, кому конкретно вы хотели бы задать вопрос? Ну, к этому толстому. Может быть, есть какие-то особые приметы? Ну, которые с перегаром. Это вопрос к вам, Евгений Валерьевич. Да, я внимательно слушаю, задавайте. Ах ты ж, скотина такая! Я его два дня ищу, а он тут в студии прохлаждается. Викущ, ты что ли? Я что ли? Викущ, да я домой шел, у меня просто баба эта задержала. Я вас не задерживала. Тогда я пошел. Сядьте, пожалуйста, нам нужно закончить программу. Сядьте. Закончили. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели нас до конца. Встретимся ровно через неделю. Тема нашей следующей программы. Влияние сладкого на организм человека. О, что, сладкое будет? Давай прямо сейчас. Чего ждать, что вы не здесь? А полосладкое будет? Эй, давайте! Если отрубить курицу голову, она будет бегать еще 5 минут. А если отрубить голову курицы с айфоном, то она еще 40 минут будет сидеть в инстаграме и лайкать фотки. А теперь, друзья, давайте представим, что любительница инстаграма просто зависла в сети. Смотрим. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Пожар! Распродажа! Новый айфон! Блин. Плохо дело, плохо. Алло. Скорая? Да, выезжайте срочно. Адрес? Бьюти Геоу, 79, собака... Ой, нет, простите. Виноградная, 12, квартира 15, да. Хорошо, что случилось? Жена у меня зависла. Ну вот, типа, как столбняк, только пена сорта не идет. Не, ну, раньше она хоть шо-то мычала. А сейчас все. Понятно. Жду! Ох ты. Ох ты, ёх ты. Ох ты. Да, открыто заходите. Добрый день. Где больная? Вот, вот она. Ух ты. Ага. Ай-яй-яй-яй. Как зовут? Бьюти Геоу. А, а в реальности? Сейчас, 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 секунду. Ага. Яна. А фамилию это надо в паспорте смотреть. Я так не помню. Она просто всех нас приучила Бьюти Геоу сам себя называть. Понятно. Ну, значит, это четвертая стадия? Как четвертая стадия? Ну да. Инстаграмус Сибилиус. Так сказать. Инстаграмус Сибилиус. А, скажите, в семье, в семье у нее кто-то болел? Ну как в семье, ну это... А, мама ее! Газеты любила читать и фотоальбомы все время смотрела. Ну все, это наследственное. Да вы что? Да, серьезно. Скажите, вы пробовали ей писать? Так она меня заблокировала. Ага. А деньги забирать пробовали? Зачем? Сейчас же все на телефоне, эти все вебмании, вот эти все, биткоины и вся эта фигня. Она же телефоном везде рассчитывается. Спит с ним? Да. Ну тогда это четвертая стадия. Как четвертая? А какая четвертая? Ну вот смотрите, смотрите. Первая стадия. Это когда человек не может без телефона и даже с ним идет в туалет. Вот. У нас с этого все началось? Вот. Вторая стадия, когда человек в Вайбере создает группу и рассылает всем подружкам стикеры с видником. Она всех задолбала этим. Вот. Третья стадия, когда человек сидит в интернете и смотрит, как другие завтракают. Слушайте, а если... Она показывает всем, как она завтракает. То это пятая стадия. Как пятая? Какая пятая? Да. Слушайте, скажите, пожалуйста, как давно она ела? О, это сейчас, секунду. Это надо в телефоне смотреть. Она мне фотку присылала. Вот в пятницу на прошлой неделе ела. Ага. А в туалет когда последний раз ходила? О, это надо в Инстаграм заходить. Она туда все выкладывала. Понятно. Так, скажите, а вас она еще узнает или перестала? Слушайте, если честно, у меня такое ощущение, что она меня сразу после свадьбы перестала узнавать. И вообще, мне кажется, что свадьбу мы организовывали специально для того, чтобы она фотки в Инстаграм повыкладывала. Понятно. Как часто постит? По большому или по маленькому? Ну, в общем. А, в общем, ну, так. Два больших поста. Ага. Ну, и пятнадцать маленьких так она набросает там. Понятно. В сторис накладывают? А, выкладывают? Ну, конечно. Вайны постоянно снимают, и все в сторис. Все в сторис. Все в сторис. Да. Ну, слушайте, это типичная фейсбукопатия. Да. Мозг мы уже не спасем. А я ее без мозга, в принципе, брал. Вы мне тело спасите. Да? Ну, ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так, одну секунду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что там? Что там? Слушайте, я посветил, они прямо разбегаться начали. Кто? Тараканы, кто? Они вот так по кругу белую там. Господи, вы это, утрируете? Я не утрирую. Ставьте с той стороны, посмотрите. Ну? Ай, так доктор, классно, зачем светить? Я же говорю, насквозь пробивает. Капец. Да. Последний секс у вас когда был? Доктор, типун вам на язык. Какой последний? Крайний? Не-е-е-е. Последний точно. Это когда я ей 10-й айфон подарил, тогда и был. Он же с виброрежимом? Да. Ну все, больше как мужчина вы ей не нужны. Доктор, спасите, спасите, помогите, я прошу вас. Слушайте, ну вот все вот так говорят. Ну а где вы раньше были? Почему вы раньше меня не вызвали? Ну я думал пройдет, я пароли менял. Вы еще и самолечением занимались? Да. Вы что, не знаете, как это опасно? Ну как? Телефон вы пробовали у нее забирать? Да, покусала меня вот здесь, вот видите. А скажите, у вас вот не возникало желания сфотографировать укусы? Ну я, конечно, сразу сфоткал и все в сети, все в сети. Понятно, завтра сходите сдадите анализы. Ну потому что, судя по всему, это заразно, понимаете? Да я вам говорю, сейчас эта чума вообще все, все, все захватила. Вот так вот люди, да, впадают в ступор, вот так вот впадают в ступор, а потом вдруг резко начинают в политике разбираться. Серьезно? Да. Скажу вам больше, пенсионеров косить начало. Серьезно? Да, потому что дети и внуки им же свои смартфоны отдают. Раньше пенсионеры от чего в ступор входили? От чего? От платежек на отопление. А сейчас от чего входит? От чего? От платежек на отопление, но там, в цифровом варианте. Господи, я же зарядки у нее забирал и пароли на вай-фай менял, все делал. Ну, скажите, я сейчас только заметил, а что у нее правая рука длиннее, чем левая? А, это она просто селфи все время делает, понимаете? Не, я потом ей купил селфи-палку, оно как бы немножко уравнялось, но все равно дисбаланс есть некий. Ага. Да, а какая у нее сторона рабочая? Ну, та, на которой она сидит. А почему? Ну, именно такие фотографии у нее в Инстаграм. Скажите, раньше у нее были проблемы со здоровьем из-за соцсетей? Она как-то попробовала сфотографировать так, чтобы у нее одновременно и лицо, и попа в кадре были. Вот это вот. Ага, и что? Спину у нее защемило. Ух ты, и что она делала? Неделю вела блог, как жить с попой впереди лица. Да. Ой, 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 ой. Батюшки! Вы, когда электриков вызываете, тоже кричите Эл-е-е-е-етрики! Да нет, я просто, батюшка, немножко, это, растерялся, я-то вас не вызывал. О, меня и не надо вызывать. Если инстателочка 6 часов ничего не постит, все, надо ехать выручать. А вы, скажите, вы из УПЦ? Из УПЦ. Точнее, УПЦ офишал нижнее подчеркивание собака 33. Остальные логины заняты уже. Так вы тоже в Инстаграм, да? Я, сын мой, везде, где есть слово пост. Кроме поста ГОИ. Это дьявольская территория. Ну что, она крещённая? Нет, но она в группе «Бог в помощь». Этого достаточно. Давно с ней вот это? Ну как давно? Вот как, знаете, телефоны начали только появляться. Там же раньше смс-ки, потом эти мессенджеры, вайберы, шмайберы. Всё это. А недавно, недавно она в Турции. Твиттер подцепила. Сейчас многие из Турции вот этот вот Твиттер привозят. Слушайте, батюшка, может мы её с цветой водой просто хрясь, хрясь, хрясь? Безболезно. Айфоны с седьмой модели водонепроницаемые идут. Ой, что ж делать-то? Есть у меня один радикальный метод. Вот. Это что такое? Это Nokia 3310 запрещенный препарат. Мы своих прихожан именно такими и лечим. В медицине таких случаев ещё не было. Она и с этого телефона в Инстаграм вышла. Ого. Что делать-то, а? Входите! Ай, здесь ты. Что у вас, ну, что с ней, что говорите? А вы кто такие? Кто-кто? Пенсионный фонд в пальто. Знахарки, мы вражи. Я знахарка Михайловна, а это Никифоровна. Она великомученица. В три раза подряд субсидию оформляла. А ещё я медиум. Могу общаться с миром мёртвых. Вы что, духов умеете вызывать? Зачем ей духов вызывать? Ей 88 лет. Она уже одной ногой в том мире. Так подождите, как вы узнали, что у моей жены проблемы? Мы всё видим. Всё знаем. Да ладно. Да угомонисты. Возле подъезда они сидели. Сначала в подъезд зашёл доктор. Потом батюшка. Значит, явно что-то случилось. Спалил нас. А у неё инстаграм-ус-дебили уж. А вы-то откуда знаете? Всё видим, всё знаем. Да ладно. Да угомонисты. Возле двери стояли. Подслушивали грешницы. А вы её по фотографии кодировать пробовали? Пробовали. Так она потом эту фотку в инстаграм выставила, сто тысяч лайков набрала. А народную медицину? Фотографию причиндала присылали. Мы, между прочим, так и познакомились. Ой, это сложно. Очень тяжёлый случай. Надо заклинание прочитать мощное. Отойдите. Отойдите, опасно. Отойдите. Хватит постить всякий срам, типа попки в инстаграм. В головешке будут глюки. Перестань сидеть в фейсбуке. Яичком покручу от инстаграма отучу. Смотрит на фотографию какого-то яйца и лайкает. Ты что, дура, яйцо и в голову инсталировала? Варёное, что ли? Духа, ну что делать-то? Ну, послушайте, я как врач рекомендую усыпить. Вы чего? Вы чего? Ну, это зависит от вашего статуса. Ну, женат, но открыт к диалогу. Не-не-не-не-не-не-не, от финансового статуса. Если деньги есть, возьмём импортные лекарства. Если нет, дарницкий димендрол. Вы чего? Чего? Мы все звери. Ну, вы неправильно поняли. Ну, проспиться, и с утра уже нормальное будет. Всё. А, не помогает это? Она вот каждый день сидит вот это до пяти утра в телефоне, потом засыпает, просыпается, и опять в телефон смотрит. А, так она у вас похмеляется. Ну, получается, что это она, это как бы инстаголичка. 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 Инстаголичка как есть. Фу. Так, а чё делать-то, доктор? Чё делать, чё делать? Сейчас попробую, не знаю, свяжусь по интернету с коллегами, может, они что посоветуют. У вас какой пароль вай-фая? Восемь восьмёрок. Надёжный, так. Ага. Ну, чё там, доктор? Чё коллеги пишут? Доктор? Доктор! Мы доктора потеряли. Потеряли, как есть. Ладно, напишу своим в группу, пусть помолятся за неё. Так, какой у меня код на телефоне? Так, два, восемь, четыре, шесть. Два, восемь, четыре, шесть. Батюшка! Батюшка! И вы туда же! Бабушки! Бабулечки! Люди! Люди! Да отлипнете вы от своих телефонов. Посмотрите вокруг, как прекрасен мир. Какие прекрасные рядом с вами люди. Хватит сидеть в телефонах, иначе мы постепенно все с вами превратимся в инстаголиков и инстаголичек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Будто с ума сошли Девушки всей в земле Всех ухватила страсть Инстазависимость Нет еще докторов Инстадиспансеров Есть только ролики Для инстагомика Каура листает странички Инстаголички Инстазависки Дима Кардачьян фанатички Инстаголички Инстарахички И не помогает больничка Инстаголички Инстафренички Не спасет святая водичка Все в инста-ад Инстаголички Утром мне пожарить яички Инстаголички Твиттер аптечки Лучше жить уж с алкоголичкой Чем с эфиричкой Инстаголичкой Не катают бабки Не катают бабки яички Жертвам им стык Инстаголичка Фотошоп и милая личка Первый симптом Инстаголички Фоткаю все подряд Да Кто один святый буряк А что? Стори салют видос Про новый пылесос Это же классно! Утром не в туалет А поскорей бы нет Фоткают стыд и срам Все ради инстаграм А что тут такого? Интеллект как у синички У фанатички Инстаголички Может быть яички-синички Даже умеют Инстаголички Нам давно болезни привычны Шизофреничка Алкоголичка А теперь добавят в больничках Новую хворь Инстаголичка Фосты продают за наличку Инстаголички Инстаголички Шиськи присылают вам в личку Инстаголички Это привычка Дуют губы, тянут реснички Инстаголички Инстаголички Скоро будут в школах технички Все бабы-люры Инстаголички Сейчас мы бы хотели поговорить о семейных отношениях А если быть более точным О безмерной родительской любви Я, например, знаю одних родителей Которые настолько сильно любят своего сына Что разрешают ему спать с ними вместе в кровати И только когда он начал приводить туда женщину Они поняли, что он повзрослел И ему пора съехать Ну действительно Иногда очень сложно понять Когда же наступает тот момент Когда ребенку нужно вылететь из семейного гнезда Однако уже доказано Что ничто так не отрывает 30-летнего сына от мамкиной титьки Как титька другой Женщины на два размера больше Давайте посмотрим Как выглядит семья В которой сын не понимает Что он уже вырос Ну давай, Женечка Ты подойдешь к нашему сыну И скажешь, что он уже вырос И пора ему уходить из нашего дома А давай ты Ну почему я? Ну ты же его отец Да, но на мать он руку не поднимет Руку, да Но у него есть еще две ноги Или ты ему запретишь Поднимать ногу на мать? Нет, я ему ничего запрещать больше не буду Последний раз, когда я ему запретил курить Я съел пачку сигарет А я когда последний раз его в угол ставила Так он стену сломал Думаешь, я забыл, чей он головой стену сломал? Женя, просто Просто подойди И скажи ему, что В его годы Ты жил отдельно И зарабатывал сам Я это у ее мужа говорил Ну На что он мне сказал, что он не против Чтобы я жил отдельно И зарабатывал сам Он даже сказал, что за зарплату будет приезжать Слушай, а может мы его... Женя, ты что? Снова хочешь три месяца в больнице проваляться? А на нем тогда даже с яичка не было Надо было с детства его пороть Пороть? Когда пороть? Он в пять лет был больше меня Помнишь, когда я ему зубик ниточкой вырвал? Молочный Он мне два коренных выбил Конечно помню Он тогда фею зубную на счетчик поставил Чтобы меч купить Я помню Я помню, как он этим мечом Расправился с Кащеем Бессмертным До сих пор больно Ой, Женя, что ты знаешь о боли? Ты когда-нибудь рожал десятикилограммового малыша Который пуповину так как лосо накидывает на врача Я помню этот судный день его рождения Когда врач его по попке хлопнул Он ему ногой челюсть выбил Да И в детском садике помню Как всем деткам говорили, что Их приносит Аистанашево Боинг Мать Дай пожрать Хорошо, сыночек Давай, Женечка, подойди И скажи, чтобы он уходил Я все скажу Я все скажу Сынок Живи сколько хочешь ешь, что хочешь петь, что хочешь, сынуля Молодец, батя, я в тени сомневался Женя, ты что ему пообещал? Он же просто чихнул Он просто чихнул, я уже свет в конце тоннеля увидел Сыночек, вот твой супик С грибочками? Да Какими грибочками? Ну Женя, нет у меня таких грибочков Мать Что? Суп Пересоленный Это залет, мать О боже Я вызываю полицию Не надо, подожди Я исправлюсь, сын Я исправлюсь Извините Куда пошли? Стоять Что? Че приходили? Мы? А мы просто ошиблись комнатой Случайно А мы с мамой в туалет вдвоем шли Стоять Это второй залет Еще один залет И отправлю вас к бабушке Кстати, о бабушке А может мы уговорим его переехать к бабушке? А, ты забыл, да? Что после последнего приезда любимого внука Бабушка покинула нас Да, продала все свое имущество и уехала за границу Какая умная женщина Слушай, а может мы ему оружие подкинем и ментов вызовем? А? Ты что? Знаешь, что он сделает с нами с оружием? Наркотики, за них 8 лет додел А под наркотой знаешь, что он с нами сделает? Давай сами переедем Как? Если паспорта у него Или ты пойдешь сам в его комнате возьмешь Если он не уйдет, я выброшусь из окна Ой, Женя, кому нужны твои выпадения с первого этажа? Ну, как обычно, максимум сломаешь ногу Давай, соберись И скажи то, что хотел ему сказать Отче наш, и же если на небесе Да не ему, Женя, а ему Ему, я боюсь говорить что-то Вика, а давай ему записку напишем, а? Он прочтет и все поймет Он поймет? Ну, есть же шанс Давай Гоша, ты уже взрослый мальчик Тебе пора жить отдельно А мы с мамой хотим пожить в старость Сами Напиши, без тебя Сами без тебя И подпиши, Гоша, это тебе Ну, я же в начале Гоша уже... А может он прочитает и уже забудет в конце, что это ему адресовано Без тебя, Гоша Понял, Гоша? Так понятно? Гоша И подпись Анонимы Она Иди, отдай ему Почему я, Женя? Ну ты же мужчина Да Ну Я умоляю тебя, пожалуйста Пожалуйста Ладно Все Давай Назад дороги нет Давай Сын Это тебе Спасибо, мам Сыночек, ты только что сказал маме спасибо? Отец сюда Что, сын Оле? Купи мне планшет новый, этот сломался Как сломался? Мы же тебе только недавно его купили Откуда я знаю, че ломаются планшеты? Я нажал на него один раз Он сломался На, и телефон тоже Ну 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 Давай ему Телефон Сенсорный Купим Он, может быть, добрее станет Я тебе говорил, ему Нокию 3310 брать надо Она б хоть целая была Где я теперь деньги на новое это возьму? Слушай, а че ты до меня срываешься? Ну давай, скажи ему, чтоб он сам зарабатывал Ну Пойду и скажу Ой, пойдешь и скажешь Да И не забоишься Не забоюсь И ковер не описываешь, как в прошлый раз Не описываю Смотри Сынок Да что? Извини, дорогая Сценулечка Да что, что, что? Еще килограмм извинений Сценулечка А ты знаешь, что все люди работают Мама работает Ну Папа работает Ну я ж тебе не запрещаю А ты не работаешь Пока у тебя все логично Не хотел бы ты Нет Ну не хочет ребенок, что я сделаю Сынок Ты пойми, твои родители, они уже взрослые люди Да Они хотят, чтобы им помогали Да ладно На вас еще пахать можно Слушай меня Что? Женщина Слушай меня Всегда в жизни Хорошо Понятно? Да Тебе А тебе, сынулечка Я бы хотел кое в чем признаться Просто ты мне наш сын Да Да, мы тебя с мамой установили Вот Они хотели тебе в детстве рассказывать Травмировать А сейчас Ты все узнал Нас, наверное, ненавидишь И пойдешь искать родных родителей А мы с мамой Останемся горевать Ну так даже лучше Раньше-то я вас жалел А теперь вам капсдос Тварь Скочина Соломаю Это я тебя рожал, сынок Пульк Что? Пульк Смеяйте, батарейки, пульк А, батарейки Пульк Сейчас, сейчас Сейчас Соломаю На, на, на А кто такие фиксики Большой-большой секрет А кто такие фиксики Большой-большой секрет Слава богу, успели в этот раз И телевизор целый И ноги не поломаны Да А, слышите, предки У меня аж новости Новости У меня девушка появилась Девушка? А, подожди Это не из журнала Не с того сайта Живая настоящая девушка У нее даже есть своя квартира Я знал, что ты существуешь Ты, Дуня Ты, Дуня Ты, Дуня Ты, Дуня И мы решились не сдавать ее хату И жить у меня Я знал, что тебя нет Сыночек Может быть, вы наоборот В той квартире будете жить А наша будете сдавать Можете вместе с нами сдавать И кому вы нужны-то? Вика А? Мне с тобой надо серьезно поговорить Иди сюда В смысле? Иди сюда Скажи мне, пожалуйста, Вика У тебя до меня кто-нибудь был? Ну, может быть, во время меня? Ну, Жень, а что это такое? Я все пойму Я все прощу Ты чего? Нет, конечно Вика Ну, не торопись Подумай Может быть, у тебя был Случайный роман С борцом с умом? Ну, что это глупости, Жень? Вика, знаешь такое выражение? Яблочко от яблоньки Недалеко падает Да? Ну Знаешь? Ну, так вот откуда На этой березке Вырос арбуз? Я требую тест ДНК Третий? Женя, мы уже три теста сделали И все они подтверждают Что ты его родной отец А, нет На 99,99 Одна тысячная процента надежды У меня еще есть Женя, давай уже ему скажем И горим огнем Я боюсь ему это говорить один Хорошо, давай вдвоем скажем Вдвоем На, раз, два, три Хорошо Давай Читать? Да Давай Раз, два, три Доша Четыре, пять, шесть Что ты делаешь, Жень? Ты сказала мне, читай Ладно, я сама Раз, два, три Моя Буся пришла Я так понимаю Это мать? А че это у нас мать тут стоит? Может она на кухню метнется? Борща мне сварит? А вы простите Прощаю Ой, а это, наверное, отец А что это у нас батя безработный? Давай-ка быстренько, быстренько зарабатывать нам с Гошей денежку Я прошу прощения Как вы себя ведете в чужом доме, женщина? Гоша, заступись на свою девушку Да ломаю Вы думаете, что номер закончится так, что два плохих человека победят двух хороших? Вы думаете, зло победит добро? Вы правы Мэр одного украинского города был хорошим пародистом Поэтому на день города выступал Монатик, Винник и даже Мадонна Жители города практически поверили, но мэр спалился на Фредди Меркури Под майкой были видны купола Как говорится, новые времена диктуют новые подходы Итак, представьте, провинциальный украинский городок День города по-новому Маруся! Лично! Маруся! Знаешь что? Закажи мне билеты на самолет В Швейцарию Хочу, чтобы наш Зеленожопинск был городом-попротивом Хельсинков Поняла? Егор Григорьевич, но Хельсинки это Финляндия Вам заказать билеты в Финляндию? Нет, мне в Швейцарию Конечно, я знаю, что Хельсинки это Финляндия Я из Швейцарии буду решать вопрос с Хельсинками Ну, короче, давай На 15-е туда и на 15-е обратно На один день? Нет, на месяц Что там один день? Это же серьезный вопрос Егор Григорьевич, вы, наверное, забыли, но 15-го числа у нас день города Вы же обещали жителям концерт, а сами уедете? Черт, точно Я же и в прошлом году не был, да? Ну, тогда это хоть оправданно было? За вами же СБУ приехало Ну, я вообще не виноват Я сидел, работал тут, О, СБУ Ладно, ладно Концерт так концерт Окей, сделаем вот эту площадь Сцену поставим Кто у нас сейчас этим занимается всем? Управление культуры Там сейчас молодая, перспективная и очень креативная команда Кстати, уже второй день в приемной ожидают Может, позвать все-таки? Ну, давай, давай, зови, сейчас решим Ребята, заходите Значит так, я уже неоднократно заявлял и повторю еще раз В моем городе ей парада не будет Егор Григорьевич, знакомьтесь Это начальник управления Жан И его помощник Елисей Жан и Елисей? Маруся, на секундочку Узнай, что там в Швейцарии с ПМЖ Потому что, чувствую, с такими типами у нас будущего никакого тут нету Так, ладно, сейчас решим Здрасте Хелло, бро Хай, браза Я не понял, это шо мне сейчас два мата прилетела? Это они так здороваются А шо, рукопожатие уже не модно? Ладно, значит так Мы здесь по вопросу дня города Значит, во-первых, в моем кабинете курить нельзя Так это я вейп А я мэр Это мой кабинет Нельзя, значит нельзя Это электронная сигарета Тем более, ты шо, идиот, тебе сейчас столбанет током, не хватало еще Чтоб ты тут ханьки откинул Как она тушится А, ладно Значит так Смотрите Какая у нас проблема? У нас нет проблем У нас есть задачи, с которыми мы готовы справиться Еще раз меня перебьешь У тебя будет такая проблема, с которой ты не справишься В нашей стране это не зашивают Ясно? Значит, смотрите 15-го числа, у нас день города Будет площадь, будет куча детей, куча молодежи Будут пивные точки Наливайки Сладкая вата Ну и сцена будет стоять Поэтому нужно, чтобы там кто-то Гала-гала-гала-гала-гала И чтобы они быстренько Га-га-га-га И по домам Понятно? Давайте Пригласите там кого-нибудь Кто сейчас на волне? Павло Зибров Там, Виктор Павлик Ива Бобл Давайте Нет, эти все уже давно не в тренде Предлагаю пригласить кого-то молодых И хорошенько хайпануть Ээээ Я тебе дам хайпануть Вообще-то Не легализовано еще Это все Я сам любитель Ну, давай сначала дело Потом все остальное хайпануть это это ты имеешь ввиду хайпануть из бюджета тогда хопалка у тебя еще не выросла это new wave extraordinary understand из того что он сказал только understand ладно знаете сейчас просто очень много продвинутых исполнителей а вот продвинутых нам не надо у нас простой городок у нас до сих пор любят натуралов так что давайте что-нибудь веселое заводное молодежная что там предлагаю чтобы концерт открыли little big ну little big по-английски и маленький большой а ну так и говорите маленький большой у кого из вас маленький у кого большой это группа такая а это группа группа хорошо что поет группа скибиди будь здоров что поют скибиди там дай ему какие-то таблетки а то видишь чихает постоянно что поют эти ваши little big веди нужно не просто слушать их еще нужно смотреть давай посмотрим one two three скибиди уа-па-па скибиди уа-па-па-па-па скибиди спасибо па-па-па скибиди бум бум-бум айс беди бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом папа бомбом скиби папа Хорош! Спасибо, спасибо, спасибо. А батюшка уже ушел? Ушел. Может вернуть? Вряд ли поможет. Хорошо. Все понятно. Один вопрос. Вот это. Это танец или это ваши планы друг на друга? Просто, чтобы я понимал. Это сейчас самые модные движения в мире. Да это понятно. Все эти движения знают. Мы с Марусечкой тоже их изучали, когда моя жена была в отъезде. Но мы сейчас не об этом. Это же главная сцена города. Не может же концерт начинаться с того, чем он обычно заканчивается. Правильно? Но это же мега-хит. Да понятно, мега-хит. Да, но вы же должны понимать, что это концерт для всех горожан, а не только для ваших друзей-наркоманов. Ну хорошо. А как вы относитесь к грибам? Да нормально, отношусь давно не ездил. Ну вообще лисички люблю, подосиновики. А шо? Да нет, группа грибы такая. Группа? А это группа? Она, правда, недавно распалась. На шляпку и ножку? Вы по-любому должны знать их хит. Да? А ну давайте. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, ведь сегодня мы только вдвоем. Курточка моя так хорошо сидит на ней. А я знаю, я помню эту песню. Мы с губернатором ее орали, когда от СБУ сваливали. Было дело. А че, а мне нравится. Давай записывай грибы и шляпку, и ножку, давай туда. Лед, да? Лед, да? Хорошо. А есть еще что-то вот в таком же... Можем заказать хлеб. Шо, на хавчик уже пробило, да? Электронная сигарета. Ага, да, понятно. Закажи им пиццу. Это группа такая, хлеб. Группа? Группа? Какой идиот назвал группу хлебом? Ха, это шо, второй состав группы Колобок? Ха-ха-ха-ха. Что-то меня, по-моему, этим хайпом тоже зацепило. Наверное, окна приоткрой, а то что-то... Так, а шо у нас за песню группы хлеб? Мне нравится Шашлиндос. Мне тоже нравится бухнуть на природе. Ну не об этом разговор сейчас. Делом надо. Песни какие у них? Секунду. Ава-ава... Шашлиндос, 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 шашлиндос. Мы летим на шашлиндос. А второй куплет? Шашлиндос, 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 шашлиндос. да вот а мы что-то поищем может какой-то народное что-то есть такое есть группа раса просто раз а не 2 пи а просто раз просто раз просто раз а я знаю это я люблю свою машину крепко жму на тормоз или что нет это другая это молодежная раса она ладно ну давайте давайте ты пчела я тела вот между нами тает лед хорошая и про пчелы и ни о чем одновременно вот давай давай вот это записывай очень хорошо а есть у них еще какие-то песни пока это их единственный хит а чего вроде ж не сложно ты корова я комар ты батун я перегар я тут уже пол альбома им накидал давайте скажите им пускай сочиняют еще 12 песен и как раз закроет нам половину концерта да что у нас на вторую половину есть что-то зажигательное есть очень зажигательное охрана от вена вина чина сломан и не лена а я не лена я я на охрана вы видеть боляже я встану я все я встану ты ляжешь ты ляжешь ты ляжешь ты ляжешь я стану я маруся от тебя не ожидал меня здесь кто-то слышать вообще я шо сказал нам нужны артисты на главную площадь на хрена вы мне рекламу розетки поете она мне уже в отдыхе сидит не надо не надо все есть что-то вот типа пчела я пчеловод хорошая песня что-то ж было же еще про про пчел про мед а это алина росу пела пчелка пчелка жужу 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 хорошая песня хорошая девочка что она там сейчас поет хочу я баса браток я тоже хочу побыстрее все закончить и отправиться провожать марусю домой но у нас же есть дело какое-то да давайте его закончим шо поет алина роса я спрашиваю хочу я баса песня такая у ее я девочка подросла ты смотри раньше у нее простые были детские желания мед пыльца ну это наверное возрастные особенности да ну не будем ей мешать и не будем ее приглашать тоже потому что вы представляете да и если она со сцены прямо вот это вот произнесет мы полетим с вами прямо отсюда в попу к то есть ерунда какая-то не надо нам вот этих вот молодежных вот эти... Лучше старую гвардию, как говорится. Вот Настю Каменских, например. Она что-то сейчас новое есть у нее? Так это она и поет. Про попу, как у Ким. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знал ее как приличную женщину. Это Потап на нее так плохо влияет. О, кстати, Потап. Мы же можем его пригласить. Боюсь, что Потап сейчас своими мозгами занят. Взялся все-таки за голову, да? Не, ну пора уже 40 лет мужику. Ну шо ж вы. Ну ладно. А шо других рэперов нету у нас в стране? Почему? Много. Например, Алена Алена. А, я знаю. Кручу я диск телефона. Нет, это другая Алена Алена. Апина Апина? Да нет. Это новая рэперша. Это тренд. Прям самый тренд. Кто там сказал на мамку падло, кому жить на бредло, зароля женатло? Кто там сказал на мамку падло, прошу писанки я, як Пикассо Пабло. Ну шо сказать? Алена, Алена, нафиг, нафиг. Хотя стоп, подожди. Это ж мы можем ее провести по документам для налоговой, как две отдельные артистики. Алена? И Алена. Нам это подходит. Хорошо, берем. Кто еще у вас там есть? ТНМК. Шо-шо? ТНМК. Ёпарасет, это шо ж вас никак не попустит? Может, пирожков? Да потерпи ты, пирожков. Писку заказала. Скоро будет ваша жрачка. Я Артур, имел в виду пирожков. Артурчик, потерпи, пицца едет. Ну-ну-ну, так а, ммм, шо там есть у вас? Есть меганародный хит. Например, давай. Уиски, кола, королева танцпола, виски, кола, королева танцпола, виски. Не-не-не-не, давайте не будем развращать наш народ. У нас народ простой, поэтому самогонный компот любит наш простой народ. Вот так вот им скажите, переписать слова. Слышишь, Маруся, у тебя есть еще какие-то предложения? Ну, время истекло. Шо, уже? Ну, а шо ж, тогда извините, до свидания. Наверное, завтра тогда увидимся. Егор Григорьевич, это группа такая, время истекло, там, Позитив и Дорофеева. Время истекло, Позитив и Дорофеева. Это четыре человека? Так, а шо у них за песни? Поют. Е-бой, 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 е-бой. Давайте сразу е-бой к е-басе. Нам не надо, спасибо. Я думаю, уже достаточно, да, можно подытожить, подсчитай смету пока. Итак, шо у нас получается? Начало концерта, грибы, лед, потом пчела и мед, потом самогон и компот. Не праздник, а песня. Так, шо у нас тут? Ну, вот с салютом получилось где-то сто тысяч долларов. Ой-ой-ой-ой, а ну-ка, сейчас я подправлю. Так, значит, смотри, салют мы оставляем, да, все остальное нахер. Ну, ну, Егор Григорьевич, ну а как же, ну концерт, ну люди придут, ну кто же петь-то будет? Это же прекрасный дуэт артистов-пародистов. Как-то маленький и большой, а это будет худой и жирный. А по документам их вообще проводить не надо, потому что артисты-пародисты денег не берут. Они им только дай-папародировать. Пойдемте, пойдемте, покажу вам. Я боюсь, я боюсь. Ты шо, первый раз путешествуешь в украинском поезде? Тебе, тебе ждут незабываемые впечатления. Вы же должны понимать, что это концерт для всех горожан, а не только для ваших друзей-наркоманов. 11 листопада, Дніпро. 12 листопада, Кременчу. Наконец-то! Господь, ты услышал мои молитвы! 13 листопада, Черкаси. 14 листопада, Біла Церква. Тримай лайфхак! Стежьте за афішами у вашему місті! Мы все видим, все знаем! Тримай лайфхак! Тримай лайфхак!